Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ворваться и атаковать душу или захватить частично ее. Там такая кишащая кишащая жидкость. Я не знаю, как назвать их. Много там. Да, там бурлит этими всеми ребятами всякие там низшие силы. Конечно, для них душа это великое завоевание. Они благодаря ей могут усилить свои способности и так далее. Поэтому, конечно, все хотят на нее накинуться. Да, и там в таком концентрации нужно проходить, в таком покое, чтобы вообще ничто не коснулось. Вот мать создала пассаж, она где-то описывает это в Адженде. Тоннель, который сейчас пройдя спокойно, без того, чтобы встречаться с этими силами, можно выйти к свету. Довольно интересный пассаж, объясняющий эту вещь. И многие, которые сейчас уже попадали в клиническую смерть или вот в кому, описывает этот тоннель, выход обратно, к свету в конце тоннеля. то есть, какой-то проход она создала для людей. Раньше его не было. Нужно было встретиться с этими силами, каким-то образом им противостоять, противостоять, просить о помощи, о милости и так далее. Там противостоять невозможно, мне кажется. Там только нужна недвижимость и концентрация на ней, и больше ни на чем. да, иногда нужен проводник или какой-то помощник, который смог бы тебя своим сознанием как-то оберегать в этом пассаже пройти. У меня был такой, я вам уже рассказывал, когда моя мать умерла, она ко мне явилась после смерти несколько дней, не помню, сколько дней, в видении и говорит, мне нужно перейти на другую сторону. Там такое поле, и я сделал для нее такие сандалии из дерева, такие как брахманические сандалии, с такими, что можно их как шлепанцы, деревянные, нужно было, чтобы она не ступала на ту почву, каким-то образом непонятно, то есть она должна была пролететь над... И взял ее за руку и повел она в этих сандалиях, и мы переходим через это поле, и там всякие челюсти, всякие выскакивали из тьмы, всякие собаки бешеные, везде слышно горчание такое со всех сторон, и мы перешли на ту сторону, я ее там оставил, попрощался с ней таким образом. Довольно интересное видение, то есть в каком-то смысле, не знаю, почему это так было, если мать создала пассаж, наверное, все должны через него пройти, но как-то моей маме наверное нужен был я, мой француз. Там же нужно, который тоннель мать создала, нужно на ней концентрироваться, тогда ты его найдешь, его же найти надо еще. Ну, наверное, да, это не автоматически, наверное. Это не автоматически все туда выпадают, да, то есть там можно найти его в пространстве, поэтому концентрация на ней, она как бы приводит туда. Хотя многие описывают как раз этот пассаж беззнание о матери. Я думал, что это более такая универсальная форма какая-то. Ну, неизвестно пока, да, будем там, узнаем, как там работать. То есть вот это вот древняя форма концентрироваться на божественном или на том, куда ты хочешь пойти. человек, когда умирает, он выбирает самое главное для него и он идет в эту форму, да, и остается в том окружении какое-то время. Например, если он озабочен какими-то там событиями своей жизни, он может даже каким-то образом остаться здесь довольно на какое-то время, да, то есть остаться в окружении своих родственников, какие духи изгоняют, потом просят, чтобы они ушли во своясь, и потому что их что-то еще держит, да, они сконцентрировались на них. По моему ощущениям связи с родом, да, то есть это не души, которые застряли, это части витального, которые застряли каким-то образом, да, то есть не ушедшие витальные какие-то субстанции. Но когда соприкасаешься с душой, вот если там кто-то уходит из рода, то есть там совсем другая вибрация, да, то есть эти все духи это не души. Ну, так, наверное, однозначного такого решения быть, наверное, не может. Есть и души, есть и остатки витального, есть остатки какие-то ментальные, безусловно, есть весь набор всех возможностей. Есть такое, что застреют души довольно долго, иногда на годы, иногда на столетия они записают где-то, да, и к ним налипает все то, чем они себя, так сказать, проявили в жизни все их витальные привычки и другие силы к ним припрыгают, то есть они становятся центрами каких-то активностей на долгое время, пока их не отпустят, да, как-то, они даже пытаются вселиться в кого-то, то есть не только витальные элементы, а сама какая-то форма, ну, душа в принципе как психическая очень сложно остаться здесь надолго, да, но так как психическая не оформлена, конечная being довольно сложно, это великий процесс, те, кто уже оформились в душу, да, то есть все у нас можно о ней говорить, как действительно на каких-то остатках витальных, потому что души, как правило, еще в той форме, как самоосознанной индивидуальности нет, это только элементы, ну, вот такая ширина особенно души, которые, вот люди, которые попадают в инциденты всякого рода автомобильные катастрофы или внезапно их, так сказать, кто-то убивает, они подвисают между мирами, они не осознают, что они, что тела нету, и они подвисают на месте происшествия, и вот в частности в каких-то замках, домах, вы же помните, да, и в сказках привидения так называемые, это вот души, которые не осознают, что они ушли. Ну, да, именно об этом речь, да, конечно, и мать об этом описывает, много у нее есть рассказов об этих событиях, таких эксцидентах, где произошло, что душа как-то внезапно оставила тело, то есть без осознания, то есть эксцидент, случилась какая-то авария, и ее сознание вот этого явления, да, то, что мы называем души, а самоосознание, оно рассыпалось на части, да, и мать говорит, я собираю эти все части воедино, чтобы произошло самоосознание, да, вот, явление того, что мы называем душой. Душе нужно осознать свой ход в жизни, то есть этот фильм нужно как-то увидеть, и тогда происходит самоосознание, и план является того, что нужно сделать. Если этого самоосознания, наверное, нет, то и плана не будет четкого, да, и не будет как бы понятно, что делать в следующем воплощении. То есть отсюда какая-то важная форма, чтобы душа ушла как-то целиком, собрав свои части самоосознания. Мать говорит тоже, ну, чтобы завершить эту тему, или она не так легко не завершается, вспоминает Павитру, те, кто из вас знает, она говорит, что это был один из самых уникальных уходов из жизни. Павитра, когда он ушел, она говорит, даже деревья все изменились, они все устремились ввысь, ветви, цветы, все поднялось ввысь, когда он оставлял тело ашами. И говорит, это был такой, такого она никогда не встречала, она говорит. Он собрал все элементы своего сознания, все элементы своего ментального, витального и физического сознания воедино, и с этим всем он вошел в нее, в мать. Говорит, такого она еще вообще никогда не видела, чтобы такая полнота осознания всех элементов. Вот каким-то образом вот это осознание всех элементов своей жизни, ну, конечно, жизнь должна быть такая еще, чтобы было что осознавать, да, и его собирание в конце, это какая-то форма, вот, наверное, это имеется в виду, когда Кришна говорит, помнит меня, помнит меня, что это значит, не забыл себя, помнит Кришну, а как-то собрал себя всего, помнить, это значит собрать себя всего, и как-то зафиксировать на божественном, вот это помнить, 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 без того, чтобы себя помнить, забыть себя и помнить божественное, это какая-то другая вещь, это, наверное, не помнить, это что-то иное, другое, то есть здесь какой-то элемент такой важный практический, практической йоги, ведь можно уйти в медитацию, забыв себя, да, то есть какого-то рода самадхи, почему мать не принимала самадхи, потому что самадхи, это уход от себя полностью, то есть в объект своего созерцания, если объект созерцания тобой полностью овладел и тебя нет, то это не есть собственно решение проблемы, это просто уход от решения, решение проблемы это ты, твое сознание, собранное воедино и зафиксированное на божественном, тогда это решает проблему, а если ты просто ушел в транс и уже не знаешь кто ты, а знаешь только то, на чем ты сконцентрировался, то конечно это ничего не решает, ты вернешься обратно, а там все те же самые проблемы без всякого решения. то есть каким-то образом душа и тело и физическое и ментальное и витальное сознание связаны в одной какой-то работе, у них единая работа психическое формируется через это ментальное и витальное сознание, оно учится у них, формирует себя и изменяет их своим присутствием. вот эта связь она и составляет вот тот элемент памяти. То есть памяти не будет только односторонней, это двусторонний процесс. Какие-то новые мысли появились об этом процессе. Хорошо, ну вот давайте возьмем следующий стих, вот здесь он как раз и объясняет ям-ям-вапи смаран бхавам тьяджат тьян те калэварам там-там эва ити каунте садат бхавам бхавитах. Это очень хорошее объяснение. Какую бы природу или какое бы состояние, в каком бы состоянии не не помнил уходящие, покидающие тело, в то состояние он и идет всегда поддержанный тем же состоянием. То есть тат бхава бхавитах его то состояние удерживает его сознание, в то он и уходит. но здесь нужно иметь себя для того, чтобы войти в то состояние. Если себя потерять в каком-то экстазе или в каком-то отделении себя в самандхи, то конечно здесь себя не будет уже больше. И отсюда идет потеря себя. Окей, ну вот следующий стих, седьмой. Наталья, ты хочешь взять? Я кашляю, поэтому я когда много говорю, начинаю закашляться. Да, да, хорошо. Тасмат царвешу, это легкие шлоки, тасмат царвешу калешу мам анусмара юдхиача. Поэтому во все времена всегда помни меня мам анусмара всегда помни меня юдхиача и сражайся. Мои арпитам ману буддхих на меня возложив свою буддхи и манас мам и ващ я си ко мне ты конечно придешь а самшаях без сомнения. То есть он ему предлагает сражаться и помнит о Кришне все время. То есть такая полная самоотдача Божественному даже в сражении полностью помнить лишь Божественное. То если смерть придет в этом сражении то он и уйдет к Божественному. Такая простая формула да? Remember and offer все время. Вспомни и предлагай себя. Помни и предлагай что бы ты ни делал что бы ты ни мы слил все время делать одно и то же. Тогда жизнь меняется основательно. То есть ты приобретаешь высшее сознание. Окей. Абьяса йога юг тена четоса нан ягамина парамам порушам дивием яти пардха ано чин таян. Абьяса йога юг тена связанные с йогой и абьясой или абьяса йогой связанные с практикой повторения постоянной репетишн повторения то есть все время повторяя одно и то же движение четоса со своим сознанием которое привязано к абьяса йоге к йоге повторения нан ягамина и не уходящие никуда в сторону не отвлекающиеся сознание парамам парушам дивием яти он идет к высшему паруши божественному о пардха анучин таян все время помня все время привязывая себя в мысли к нему очень простые шлоки но вот такая концентрация всеобъемлющая то есть все исключающая которая не позволяет тебе уйти ни на минуту ни на секунду ни на мгновение от объекта своей концентрации то есть полностью сфокусировавшись на божественном порушивающем мысля лишь о нем человека не уходя никуда своим сознанием человек собственно к нему и приходит но такая всеобъемлющая концентрация почти невозможна для нормального человека для этого нужна практика или грейс конечно милость может создать такую форму у меня был целый период в жизни я помню я просто не мог отключиться от божественного ни в мысли ни в чувстве оно постоянно присутствовало причем так сильно что все остальное теряло всякий смысл это было на протяжении нескольких лет это было что-то совершенно какое-то немыслимое состояние ты засыпаешь спишь оно остается просыпаешься оно все время пребывает причем такое непрерывное состояние это даже не то что ты помнишь просто забыть не можешь даже если захочешь забыть отключиться не можешь оно постоянно присутствует то есть если в таком состоянии пребывать всю свою жизнь то конечно человек может прийти к божественному конечному так ну вот следующая штука это было как результат твоей практики или это спонтанное такое состояние это сложно сказать честно говоря уже уже неизвестно что либо практика конечно была очень интенсивная но я потом осознал что практика собственно является результатом чего-то что происходит внутри чем самой причиной того что произошло то есть ну такое открытие которое я сделал убрало практику как причину то есть что я практиковал и поэтому оно значит скорее наоборот потому что оно там есть практика имела место потому что не было ничего не имело смысла другого делать наверное это все-таки милость какая-то что-то в этом скорее чем практика я видел много людей которые практикуют вещи но оно ведет только в какие-то формы такие догматические они ну наверняка вы тоже встречали людей которые очень сильно практикуют и в конечном итоге ничего не получается по большому счету потому что практика превращает тебя в какого-то фаната догмата ты становишься твоя практика становится для тебя важнее чем само то для чего ты это делал само балласт да то есть твои все ритуалы все твои вот эти все погремушки все твои фабрикушки медальоны медальчики все все становится очень важным как ты одет как ты выглядишь что ты ешь как ты ну вот все да больше чем чем то зачем это все это и есть собственно религия религия это та форма которая захватила место вместо божественного она забрала место себе и создала то что мы называем культ культура да культура это и есть собственно та вещь созданная менталом и биталом во имя божественного то у меня такой формы не было я никогда не не впал в эту ритуалистику да в культовость честно говоря она меня как-то даже отпугивает и отвращает вот ритуальность как только я вижу ритуальность она сразу попахивает чем-то таким а разве ты не был фанатичным мне кажется какое-то время был тогда да но не в той форме не в ритуальной форме не в ритуальной да ритуализм меня удивляет всегда как я только вижу кто-то там с каким-то там тем самым что-то он делает потому что это надо да там алтарь убирает это то сразу оно для меня как-то ну я как бы себя уже смирил в этом смысле я уже не сужу эти вещи наоборот как бы спокойно к ним отношусь но каждый раз у меня что-то внутри дергается когда я вижу эту форму то есть она может тоже привести к какому-то контакту но этот контакт он гораздо меньше и слабее и неистинный он до конца вот что я хочу сказать по сравнению с милостью может я еще остался таким сужу эту вещь осуждаю и тоже в ашраме тоже на самадхи я уже перестал это судить но у меня были очень сильные впечатления от этих форм ритуальных то есть я их не принимал и религия сама мне очень не нравится в этом смысле то есть все эти храмы все эти брахманы механистически читающие мантры да вот эта вся механика создающая иллюзию познания и сознания и сознания там почти нет а может и есть в какой-то физической форме может я просто не вижу такое тоже может быть просто тебе очень легко давалась концентрация видимо да ты был соединен с божественным да ну скорее это божественное да оно как-то решало что делать когда его не было то его не было да то есть и на нет и сюда нет да оно если есть то есть то есть не надо претендовать когда его нет что оно есть вот что не надо делать а вот это и есть ритуал то есть если я такой какой есть глупый там недалекий то я такой есть я оттуда и начинаю смотреть искать да а не претендовать, что вот я уже знаю, или там, вот не знаю пока, да. Я открыл для себя одну интересную вещь, не знаю, что-то я о себе сегодня разговаривал. Наверное, потому что уехал из Индии. Сразу такая появилась перспектива самого себя, да. Из Индии уехал, и все. У меня появилась вот эта любовь к незнанию. Вот это хочу объясниться. Вот это не знать, это великая вещь. Потому что в тот момент незнания появляется как бы реальная возможность узнать. То есть я перестал бояться не знать. И это решило очень многие вопросы. Я всем советую не бояться, не знать. Не знать это хорошо. Мы-то не знаем, но мы не не всегда признаем то, что мы не знаем, да. Да, да. Признавать, что ты не знаешь очень хорошо. Потому что тогда появляется вот этот элемент милости, да. И ты каким-то образом открываются какие-то окна, какие-то двери вдруг. И ты начинаешь видеть вещи в свежей перспективе. Если ты уже знаешь, пришел уже со всем набором, да, то это очень плохо. То есть это какой-то то есть у тебя нет возможности нового свежего познать. То есть грейс пройти не может там, где догма. Догма блокирует возможность познать. Поэтому нужно уходить от догма. от этого механистического. Поэтому я до конца даже в какой-то смысле не понял и может быть до конца не понимаю вот это remember and offer. Потому что люди делают из него ритуал, да, remember and offer. Если это не ритуалистично сделано, я понимаю. Но если это сделано механистически, то я не совсем это понимаю. я еще не разобрался с этим вопросом. Что-то у меня мне не нравится здесь. Окей. Ну вот следующий стих это стихи из Катха-Упанишады. И дальше оно продолжается. Праяна калэмана са чалэна бхактья юкто йога балэна чайва бхрувормад гепранам авэш ясам як сатам парам порушам упа ити девьям. Это из Катха-Упанишад. Кто помнит анусмарэдьях. Кто помнит Кавин, то есть поэта или как его назвать по-другому провидца древнего, который анушаситарам, который руководит всем, анух аниянсам, который меньше меньшего, анушаситарам, кто помнит о нем, сарвас ядгатарам, кто устанавливает все, ачинтьярупам, чью форму невозможно осознать или помыслить. Адитьяварнам цвета солнца, тамасав парастат, по ту сторону тьмы. Праяна калы в конце жизни или во время покидания тела, во время ухода дословно. Манаса ачалэна, манаса ачалэна, то есть умом неподвижным, зафиксированным. Бхактья, юкто, связанный с любовью к божественному или с бхакти. Йога Балейна Ча. А вот здесь появляется эта форма и силой йоги. Вот это сила йоги, сила привязки, сила постоянного контакта, она важна. Если она слабая, слабый контакт, то она не сработает. Бхрубур манги между бровей праном авээшья внеся или установив прану, дыхание, энергию между бровей, самьяк, совершенно или хорошо. Сатам парам пурушам упа и дивием. Он идет к тому высшему пуруши божественному. То есть это была форма древней йоги, когда фиксировали прану между бровей, то есть в аджня центре. Шри не рекомендует концентрироваться на этом центре очень много, потому что он динамический, он вызывает определенную динамику, а сконцентрироваться над головой скорее или в сердце еще лучше. То есть в глубине сердца, то есть уйти в глубину своего плекса соляри, своего солнечного сплетения. То есть за солнечным сплетением в глубине это находится наше психическое существо. Мать говорит, нужно войти в этот центр в солнечное сплетение и уходить в глубь, в глубину, туда вниз, глубоко, 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 до самого конца. И там в самом конце, в глубине находится огонь. вот это и есть то существо, которое нам нужно найти и вынести на передний план. Шри Робинду предлагал концентрироваться над головой в основном по своей методике, но когда пришла уже мать к нему, он поменял этот взгляд на йогу и стал предлагать говорить, что концентрация на сердце лучше. То есть открытие психического важнее в начале, чем духовного. Каким-то образом он изменил свою тактику или свой подход. Для меня концентрация над головой была легче, чем на сердце и поэтому я понимаю какие сложности тоже это может принести, если следовать одному этому методу. Хотя оба эти центра открывают друг друга, психическое сердце каким-то образом активизирует нисхождение свыше и нисхождение свыше тоже открывает сердце. То есть они связаны друг с другом. у меня вопрос по поводу концентрации все-таки солнечное сплетение или это где-то внутри ощущение грудной клетки за анахатой, то есть где-то вот там или все-таки это солнечное сплетение там это это и есть солнечное сплетение Шио Бендой говорит, что нету никакого другого центра в повитре кстати конверсейшн с повитра нету другого центра кроме солнечного сплетения до горлового там не будет какого-то еще промежуточного центра то есть нет анахаты анахата и есть собственно солнечное сплетение но они разные это мы так думаем это тот же самый вопрос принес повитра к нему и спрашивает его он говорит это и есть собственно солнечное сплетение это и есть центр анахаты собственно это не манипура манипура ниже солнечного сплетения она скорее ближе к пуповине а потом под пуповиной там между сексуальным центром ей пупом находится другой центр то есть я тоже этим как бы удивил меня этот ответ но он существует в палитре что нету там какого-то в грудной клетке центра какого-то другого кроме собственно солнечного сплетения можно почитать это в палитре описано довольно ясно я должен подключиться 1 секунду и выключусь сейчас вот у меня было недавно совсем такое переживание о том что там если туда идти там как будто много солнца так скажем так скажем и не знаю почему именно солнце там было видно но оно было поверхностное такое сначала и было ощущение что нужно идти еще за него в смысле локализация сознания довольно сложная вещь в смысле откуда мы знаем как где какая локализация чакры всего остального в принципе как ты ощущаешь я не знаю может у тебя солнечное сплетение собственно солнечное сплетение это внизу нашей грудной клетки там центр вот можно даже потрогать он самый чувствительный центр это наша электростанция область анахаты она по-другому там другие переживания раскрываются там друг другой как бы level of consciousness ну ты можешь земля поэтому ну просто возможно за туда за ними да там центр технического да то есть как бы чакры с чакрами да то есть может быть как-то так но то что там нет есть только солнечное сплетение дальше горловое это было немножко странно потому что есть переживания внутренние немного о другом говорят да но вот то что ты описываешь это если ты концентрируешься то наверное ты каким-то я не знаю что происходит наверное смещаешь каким-то образом свое внимание для меня когда я об этом узнал у меня не было никаких вопросов горловой центр он чувствуется сильно горловой центр это не только горло это тоже чуть ниже горло да сюда там где чест начинается да и между ними что нету центра у меня никогда не было никакой проблемы я не чувствовал никакого центра между ними никогда удивительно но когда начинаешь концентрироваться и придумывать себе центр между ними то чувствуешь что-то там есть то есть наверное что-то есть где-то там в витальном теле есть какие-то переживания, но вот нужно перечитать, снова посмотреть может быть это не совсем верная интерпретация, потому что ты по сути отрицаешь Анахату ну почему, я не отрицаю Анахату для меня Анахата находится в солнечном сплетении а не Манипура Манипура ниже в солнечном сплетении там действительно солнце находится такой жгучий, как ядерный ряд очень сильный область Анахата, она по-другому раскрывается я хочу сказать, это Манипура то есть солнечное сплетение то есть это у тебя пуповой центр, чуть-чуть не получается у меня было тоже переживание огня именно солнечном сплетении и держалось это очень долго переживание да, там огонь я не спорю с этим мне кажется еще есть такое понимание как чаша Грааля да и именно там как мать говорит что как раз и это пространство оно не локализовано вот так может быть что-то в этом и мать говорит о том что в этом как раз это чаша что там и есть огонь устремления он размещается именно там в солнечном сплетении огонь устремления да вот к ней особенно такое еще интересная получается практика такая если там концентрируется да ну это такой вопрос если вы его решитесь я для себя решил так как Шио Биндо говорит исследовал ему и никогда меня не чувствовал ничего в самой да в самой этой коробке да легких мне не было такого есть физическое сердце конечно физическим сердцем я никогда не не отождествлял это психические элементы да то есть физическое сердце просто физику гоняет кровь наверное скорее всего так я мыслил себе раньше сейчас я уже давно об этом не думал Володь я тебе простой вопрос спрашиваю ты хочешь сказать что нет анахаты нет анахата это и есть собственно солнечное сплетение для меня если ты попробуешь себя по солнечному сплетению сейчас то ты почувствуешь что оно выходит тоже в самую эту коробку в центр грудной клетки да ты почувствуешься прямо пальцами попробуй я не пальцами я могу сознанием туда уйти да оно туда уходит да вот этот огромный центр и есть анахата центр манипура это как раз вот пуповина пуповина которая связывает нас с матерью с жизнью в эмбрионе это куда нужно уйти это антарикша пролом между мирами в раскол миров это нижние центры мы туда почти никогда не доходили до этих нижних то есть с ними мы не работаем мы всегда в солнечном сплетении горловом и вот эти центры над головой между бронями это наши активные центры я не думаю что кто-то из нас работал с манипурой когда-то так активно почему там со всеми центрами можно же работать ну да я имею ввиду то есть активно и там ну может какие-то люди кто открыли кундалини снизу они застряли в тех нижних центрах и для них это становится проблематично но все-таки ты догматичен а? все-таки ты догматичен в своих суждениях мне кажется да конечно ну куда же денешься то что есть то и есть да я готов поменять свою точку зрения если она поменяется да а так менять ее легко не получится это то что я помню что я приобрел понимание конечно я догматичен куда же денешься ум он помнит эти вещи так и тоже за этим стоит определенные осознание определенный опыт да не просто какая-то догматичность без опыта то есть если бы его не было опыта я бы наверное не вспоминал эти вещи так а еще еще есть термин вообще глухаям хридаям или хридаям глухаям да пещера сердца да об этом говорят все так сказать мистики переживавшие хридаям да грыди 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 гураям в пещере сердца вот что это за пещера сердца да вот это вот она и есть вот это плексус селлярис мне кажется ну как же его бенды говорить если бы он этого не сказал я бы я тоже отождествлял думал что есть какой-то центр над плексус селлярис все время так думал потому что все изображения чакр показывает что есть над плексус селлярис центр надо поискать в повид я так помню очень хорошо эта вещь потому что интересовался но это было столько много лет назад что нужно пересмотреть давайте поищем тогда да и в следующий раз тогда об этом обсудим я поищу специально сейчас прямо ок в палитре и в письмах о йоге о чакрах чакры это собственно меня мало всегда интересовали удивительная вещь намного меньше чем самое психическое поэтому чакры это собственно сукшмашарира тонкое тело тонкое тело оно важное конечно но оно не настолько важное как психическое существо и центр над головой поэтому я как-то на них не очень фокусировался окей хорошо давайте тогда остановимся здесь я тогда закрою мантра это у нас уже время ом ом шанти 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 шанти